Ребятки, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев, и мы тут продолжаем готовиться к Новому году. Сегодня у нас закуски. Я сделаю три, но я покажу, как каждую можно разнообразить. Буквально за считанные минуты добавить там несколько ингредиентов, чуть-чуть по-другому сделать, и вместо трех закусок у нас получится целых 9 разнообразных вариантов. Как вам такая идея? Для начала сделаем канапешки с рыбкой. За основу можно взять или лаваш, или вот такие вот лепешки тортильяс. Я возьму половину лепешки, потому что снимаю этот я ролик для вас. Соответственно, если вы будете делать это на большую компанию, просто берите лепешку целиком. И смазываем сливочным сыром. Хотя варианты могут быть самые разные, потому что подойдет и творожный, и плавленый сырочек. Еще нам понадобится рубленая зелень. Совсем немного, чтобы на поверхности все-таки оставался сыр, который будет скреплять лепешки между собой. Повторяем процедуру. Но уже можно это делать без зелени. Просто если добавить слишком много укропа, будет ощущение, что, ну, пасемся на лугу. Один только укроп и будет чувствоваться. Выкладываем на этот слой рыбку. Повторяем процедуру. Еще слой лаваша. Вообще эти слои можно раскладывать как угодно. Можно хоть через каждый слой и зелень добавлять, и рыбку, и все, что хотите. Я просто показываю вам саму идею. Опять же сюда немножечко зеленушечки. Ну и последний слой просто сыром намажем. Ну и все, получается у нас вот такой вот дружочек-пирожочек. Осталось нарезать всю эту нашу красотень на порционной квадратики. У меня с половинки лепешки получилось аж целых 17 вот таких вот мини-канапешечек. Можно уже оставить их в таком виде. Просто зубочистки воткнули, и все уже вкусненько. Можно добавить разнообразие в виде свежего огурчика. Тем более, что огурец отлично сочетается с красной рыбкой и сливочным сыром. Либо можно добавить оливки или маслины. В итоге получается вот такое разнообразие. Да, конечно, основы у них одинаковые, но как раз вот благодаря этим маленьким моментикам они и по виду, и по вкусу все-таки отличаются. И это замечательно. А спонсор сегодняшнего ролика фирма Дикий лес. Ребята делают шикарнейшую посуду и декор из дерева. Например, вот такие вот доски. Они настолько крутые, что, честно, мне на них даже резать жалко. И хочется поставить куда-то на кухне, и пусть радует глаз. И использовать для подачи блюд. Например, выкладывать всякие закусочки, выпечку, булочки, кексики. Вот на эту вообще просится какой-нибудь такой сочный ароматный стейк. Правда? Чтобы подача была как в ресторане, такая современная, красивая. И вот чем мне понравился Дикий лес? Все изделия ручного производства. Абсолютно уникальные. Разделочные сервировочные доски, миски, тарелки, подносы, декоративные ящики. Причем все делают из дуба. Так что вещи очень прочные и качественные. К тому же, для пропитки используют только натуральные масла. Поэтому они еще экологичные. И дизайн хорош. Стильный, современный. Сейчас такие вещи пользуются огромной популярностью. И приятная новость для тех, кто смотрит этот ролик. До 31 декабря при заказе на их сайте у вас будет скидка 15% по промокоду Виноградова. Так что можно сделать отличный подарок как друзьям и родственникам, так и себе любимым. Ссылочка на их сайт будет в описании под видео. Обязательно загляните. Правда, товары обалденные. Вот я бы там все скупила, честно. Но это так. Мечты-мечты. Возвращаемся к нашим закускам, потому что на очереди у нас тарталетки с сыром и ананасами. Делаются они еще проще, чем первые. По факту это такой вот сырно-чесночный популярный салатик с ананасами. Так что кто любит ананасы в таких вот не сладких блюдах, вам понравится. А кто не любит, я расскажу, что можно с этим сделать. Сыр натираем на мелкой терке. Подойдет любой полутвердый. Российский, гауда, маздам, чедо. Вот какой любите, такой берите. И если что, напомню, что для вашего удобства все ингредиенты указаны под видео. Сюда добавляем пару зубчиков чеснока. Немного майонеза. И вот смотрите, дальше идут варианты. Давайте я специально немножечко отложу. Можно добавить ананасы. И сразу разложить всю эту смесь по тарталеткам. Еще один вариант. Можно добавить ветчину. И это будет уже более классический вкус. Это такой вариант для тех, кто пока не готов к экспериментам. И в третий вариант можно добавить, например, рубленые грецкие орехи и такую же мелкорубленную зелень. И это тоже будет очень-очень вкусненько. Вылавливаем палки. То есть, по сути, опять делали одну закуску, а получилось целых три. Главное, это все быстро. На любой вкус гости будут довольны. А что еще надо, да? И третья закуска это будут крабовые шарики. Сразу поставьте яйца вариться, пока займемся остальными ингредиентами. У крабовых палочек снимаем вот эту вот красненькую шкурку. Она нам пригодится для дальнейшего украшательства. И мелко нарезаем и шкурку, и палочки. Мясо у нас отдельно, шкурка отдельно. Сюда же добавляем плавленый сыр. Либо, если вы будете делать две предыдущие закуски, то можно просто взять, например, половину полутвердого сыра и половину сливочного из первой закуски. Это нам нужно для того, чтобы наши шарики сейчас держали форму. Соответственно, если вы будете брать полутвердый сыр, то его нужно будет натереть на мелкой терке. Добавляем к нашим палочкам. И немного разминаем вилкой, чтобы получилась какая-то более-менее такая однородная масса. Сюда же нарезаем яйца. По желанию, можно пару желтков оставить для украшения. Либо, если вы, как я, не спец в мелкой нарезке, их можно просто натереть на терочке. Добавляем сюда немного майонеза. Тщательно все перемешиваем. И формируем шарики. Я даже для удобства вооружусь перчатками. Да. Сейчас. Масса получается довольно вязкая, и она как раз очень легко превращается в шарики. И вот смотрите, как я и говорила, обвалять можно вот в этой шкурке от крабовых палочек. Они у нас-то будут нарядно красненькие такие, красивенькие. Еще один вариант, это взять оливку, поместить ее в центр шарика. Все это аккуратненько так вот слепить. Ну или неаккуратненько. И обвалять в мелко натертом яичном желтке. А можно, например, добавить к смеси зубчик чеснока. Еще раз все хорошенечко перемешать. И обвалять в зелени. Вообще, в качестве такой панировки подойдет все что угодно. И, например, кунжутные семечки, и мелкорубленные орехи, грецкие, фисташки, какие угодно. И, например, маковые семена. Я вот в том году как раз снимала тоже новогодние закуски и похожим образом делала сырные шарики. Там я их обваливала в фисташках и в паприке. Так что, если вам мало вот этих закусок, можно глянуть еще прошлогодние ролики. И к тому же, недавно я выкладывала целый новогодний стол. Там тоже были закусочки. И вообще, заходите в плейлист с праздничными рецептами. Там очень много всяких вариантов на Новый год. Я думаю, обязательно что-нибудь себе присмотрите. Ну что, с готовкой я закончила. Как и обещала, из трех закусок у нас получилось аж 9 вариантов. Так что мы с вами определенно молодцы. Предлагаю отметить это дело предновогодним лайком, написать комментарий и подписаться, если вы это еще не сделали. Потому что здесь постоянно такие простые, легкие, лентяйские рецептики. Позитивная атмосфера и вообще все очень замечательно. А у меня на этом все огромное. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего настроения и пока! Ну и так, для финала ролика. Я сейчас сижу, записываю закусочки. В полной уверенности, что у меня, если что, вторая батарейка полностью заряжена. Все нормально, под контролем. Угу. Записала вот эти вот мини-канапешечки с рыбкой. Батарейка разряжается. Я включаю вторую батарейку, а она тоже разряжена. И я сейчас просто как дурочка сидела где-то час с лишним, ждала, пока первая батарейка хоть немножко подзарядится. Но она, естественно, нормально не зарядилась. Поэтому в любой момент может разрядиться. Вот такие вот, вот такие вот, да. Вот так вот мы и живем, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...